Константин Чит, ТХ-4, часть третья. Озвучено проводником, при поддержке спонсоров пересадочной станции и напитка Изониум. Еще 2 кило. Оценив уменьшение собственного веса за прошедший день, я уверился в предположении Ольги о том, что микроорганизмы продолжают размножаться, поглощая жировые ткани. Одевшись и пройдя на кухню, я бубнил себе поднос ругательства, подыскивая наиболее зачетные эпитеты в адрес Никиф Никифыча. Впрочем, если бы не моя личная заинтересованность в данном вопросе, то я вполне мог бы и не привлекать Коляна для активации браслета. Хрен с ним. В конце концов махнул я на старого торгаша рукой. Вспомнив о том, что еще вчера хотел посмотреть в сети, кто такая Никифорова Ольга, я раскрыл поисковое приложение на экране телефона. Отсортировав результат, в первую очередь я ткнул по ссылке соцсетей. Пару раз промахнувшись, я наконец-то нашел страницу Инстаграм своей знакомой. Пролистав фото, обильно выложенные девушкой, я задержался на свадебных снимках. Судя по дате, Ольга была замужем уже пару лет, и внешний вид ее мужа вызывал во мне лишь раздражение. Крепкий, короткостриженный, кажется, немного ниже невесты, парень смотрел в объектив фотокамеры с уверенным прищуром в глазах. Отложив телефон в сторону, я уставился в потолок. То, что я узнал фамилию девушки всего лишь накануне, спустя каких-то полгода с нашей первой встречи, никак не оправдывало моего бездействия. Предпочитая мечтать, я не сделал ничего для того, чтобы узнать, кто она и чем живет. Судя по фото, выложенном в соцсети, жила Ольга хорошо, и такому парню, как я, рядом с ней не было места. Понимая, что надо отлечься, иначе так можно проваляться целый день, находясь в иррациональной хандре, я прислушался к себе. Никуда идти не хотелось, и взгляд сам с собой уткнулся в системный блок компьютера. Недолго думая, я встал с дивана и уселся в жалобно скрипнувшее кресло. Свежеустановленный Windows почти не глючил. Достав из ящика стола коробку с дисками, я задумался, какую из игр установить. Дэдшот. Сделав свой выбор, я вставил в послушно выскользнувший из недр системного блока дисковод слегка обшарпанный диск. Играя в эту игру еще в школе, я давно прошел все уровни. Переигрывая позже наиболее аркадные сюжеты в финале, я пользовался сохраненными сейв-файлами. Теперь же, чтобы дойти вновь до финала, мне требовалось пройти всю игру заново. От предстоящего действия настроение стремительно улучшилось, и я придвинул клавиатуру с мышкой поближе к себе. На следующее утро мое удивление не знало границ. Встав на весы, я обнаружил свой вчерашний вес с точностью до ста грамм. Не зная, что и думать, я направился на кухню, занявшись приготовлением завтрака. Попытка понять, что это значит и как теперь быть, ни к чему не привела. Так ни до чего и не додумавшись после завтрака, я снова завалился на диван, отдыхая после еды. За вчерашний день я полностью прошел старый шутер, завалив финального босса где-то в первом часу ночи. Впрочем, дисков с любимыми играми оставалось еще много, а недавно отформатированный жесткий диск не имел ни одного старого сейв-файла. «Ты похудел, что ли?» После очередной лекции о пользе здорового питания я подошел к прилавку Никиф Никифыча. От переживаний разве что. Криво улыбнулся я, протягивая мужчине тысячные бумажки. «Ясно». Приняв деньги и пересчитав, он повел рукой вдоль прилавка. «Выбирай». «Нет, спасибо, не сегодня». Отрицательно качнув головой, я отошел в сторону. Торговец не стал меня останавливать, а я не горел желанием общаться. Детали надуманного нападения на рынке я так и не придумал, так что, опасаясь палиться на мелочах, я решил свести к минимуму свое общение с Никиф Никифычем. «Можно вообще было деньги не отдавать». Запоздало сообразил я, покидая здание Дворца культуры. «Все равно больше протеиновые коктейли пить не хочу, да и на лекции ходить надоело». «Юра?» Стоило мне принять входящий звонок, как Ольга тут же перешла к делу. «Нам надо еще раз встретиться. Приходи в роддом, как обычно». «Нет», – отказался я. «Что, нет? Почему? Ты обиделся, да?» По-своему поняла меня девушка, после чего помолчала в трубку и как-то не смело продолжила. «Ну я с Гариком со школы знакома, мы бы всегда были вместе». «Вот дура-то!» Мысленно охарактеризовал я ее реакцию на свои слова. «Хочешь, я тебя с ним познакомлю?» Подтверждая полученный секунду назад диагноз, она продолжила нести чушь в телефонную трубку. «Ничего мне не надо, просто забудь этот номер». Прервал я ее и нажал кнопку отбоя. Убранный в шорт и телефон еще пару раз повибрировал, сигнализируя о попытках до меня дозвониться. Я даже не стал смотреть, кто меня беспокоит, аргументированно решив, что это Оля, не пожелавшая понять с первого раза, что я не хочу с ней разговаривать. Часы показывали начало второго. За сегодня еще надо было сходить в магазин и вынести мусор. Решив действовать в обратном порядке, я зашел домой, после чего сходил на помойку. Урчащий живот не понимал моего к нему отношения. По воскресеньям я издавна пропускал дневной прием пищи, впрочем, компенсируя возражение двойной порции на ужин. За последние дни мой вес, если и менялся, то на незначительную величину. И это было бы нормально, так как я целыми днями просиживал за компьютером, играя в старые игры. Но, в отличие от прошлых лет, сейчас в моем организме жили микроорганизмы, названные Ольгой с легкой руки ТХ4. И почему я перестал худеть? Может быть, критическая масса уже набрана? Пришедшая в голову мысль вызвала странный эффект. Я неожиданно расслабился и заулыбался. Прислушиваясь к себе и попытавшись проанализировать свое состояние, мне стало понятно, что все эти дни я подспудно боялся того, что мое тело сожрут изнутри невидимые глазу паразиты. И от этого я рано или поздно умру. Миди-хлорианы, мать их туды! Вспомнив лаборантку, я широко и открыто улыбнулся. На следующий день меня ждал институт. Лето незаметно закончилось, и первый день осени, как всегда, наступил незаметно. Вспомнив, что обещал зайти в гости к обеим бабушкам, я посвятил целый день поддерживанию хороших отношений с ближайшими родственниками. «Да что такое-то, а?» – возмутился я, встав утром на весы. Уверившись накануне в том, что действие штамма ТХ-4 сошло на нет, я неожиданно получил опровержение собственным доводом. Более того, поглощая вчера целый день пироги и булочки в гостях, вначале у одной бабушки, а затем и у второй, я невольно ожидал увеличения своего веса, но никак не снижения на ставшие уже пугающими два килограмма. Присев на диван, я задумался, пытаясь постичь логику происходящего. С утра в не до конца проснувшийся мозг ничего толкового не приходило. Посидев на месте с четверть часа, я лишь напрасно потратил время вместо того, чтобы позавтракать. Спохватившись, я глянул на часы, после чего поспешно начал одеваться. Несмотря на то, что я учился уже на третьем курсе института, опаздывать на лекцию, по крайней мере первую лекцию в учебном году, было нежелательно. «Юр, привет!» Поздоровался со мной Саня. Пожав протянутую ладонь, я занял соседнее с товарищем место, пихнув пакет с тетрадками себе под ноги. В аудитории уже собралась большая половина с нашего потока, состоящего в основном из девушек. До начала занятия оставалось минут десять, которые мы плодотворно потратили с Аней, обмениваясь впечатлениями о проведенном лете. «О, Кинг-Конг вернулся!» Стоило мне склониться над купленным в буфете сэндвичем, как над ухом раздался раздражающий голос. Мелкий и противный, а главное шустрый, мельников с параллельного потока, принялся за старое, доставая меня тупыми шутками. Изобразив двоечку, а потом и тройной удар куда-то в область моего живота, он отскочил назад, после чего победно воздел руку вверх. Я все это время продолжал оставаться неподвижным, так как был весьма озадачен случившимся. Что там говорил мельников, мне было особо неинтересно. Писклявый голос обтекал, не достигая слуха. Для окружающих мое поведение ничем не отличалось от обычного, так как я и раньше реагировал схожим образом на все подобные выходки. Не имея возможности ни поймать, ни перехватить Юркого доставалу, мне оставалось лишь пялиться на него, дожидаясь, пока ему надоест кривляться. Раздался как будто через вату голос Мельникова. Еще раз посмотрев на движущиеся в районе моего живота кулачки дурачащегося парня, я осознал, что мне все это не показалось и более чем реально. И год, и два года назад для моего восприятия движения мелкого сливались в смазанную картинку. Сегодня же все было по-другому. Стоило Мельникову ускориться, как для меня его движения замедлялись, становясь похожими на кадры замедленной съемки. Долетела до меня очередная фраза. Бум! Словно что-то лопнуло во мне, совпадая по времени с движениями правой рукой. Выставив раскрытую ладонь вперед, я ткнул мелкого в грудь, в результате чего Мельников отлетел на несколько метров, упав на задницу. Слегка растерявшись и от того, что попал, и от того, что решился ударить, я вернулся к надкусанному сэндвичу. В кафе, если до этого кто и не смотрел в нашу сторону, то после падения Мельникова внимание всех студентов оказалось приковано к моей персоне. Ты, блядь, чего? Охуел? Продолжая сидеть на заднице, Мельников не мог поверить в случившееся. Сам охуел? Заебал уже? Буркнул я с набитым ртом. Ну все, пиздец тебе! Вставая, Мелкий отряхнул свои штаны и буквально выбежал из кафешки. Сидевший со мной за столом Саня как-то неуверенно качнул головой, после чего решил высказаться. Юр, ты, конечно, прав, но, блин, он же теперь тебе жизни не даст! Понизив голос, произнес он. Подняв глаза на парня, я впервые задумался о том, кем я выгляжу в его глазах. Разыгравшееся воображение нарисовало неприглядную картину. Уж то, что, а сам я никогда не занимался самообманом и трезво оценивал отношения окружающих к своей персоне. Попробовав встать на место Сани, я представил себе, что у меня есть вот такой товарищ, как я сам. При первом же приближении я понял, что сам я ни за что не стал бы водиться с толстым, неуклюжим, порой неприятно пахнущим и потеющим типом. Более того, Саня был единственным, кто садился со мной рядом. Все остальные, учащиеся на потоке, при первой же возможности старались отодвинуться от меня подальше. Он что, из жалости, что ли? Чуть не вспылив, я отвел глаза, чтобы скрыть охватившие меня эмоции. «Да ладно тебе, не переживай!» Решив, что я рефлексирую по поводу случившегося, Саня протянул руку, дотронувшись до моего плеча. «Прорвемся!» «Прорвусь!» Поправил я парня, видя, что он не понял, разъяснил. «Тебе лучше в это дело не лезть!» «Как скажешь!» Поджав губы, парень еще немного посидел, после чего встал и вышел из кафе. «Давай, давай, вали!» Возвращаясь к недоеденному сэндвичу, поднос самому себе произнес я. Оставшиеся на сегодня пары я просидел в одиночестве. Лекции тянулись медленно и скучно. Судя по перешептыванию за моей спиной, случившееся в кафе обсуждалось между сокурсниками. Впрочем, ко мне с расспросами никто не подошел и не заговорил, что более чем наглядно демонстрировало ко мне отношения окружающих. Выйдя из здания института, я нарочно направился через сквер к дальней остановке. Идя вдоль деревьев, за которой располагалась парковка для имеющих машины преподавателей и студентов, я посматривал по сторонам. Мой расчет оказался верен. Мельников был здесь, оттираясь в компании заехавших за ним дружков. Подвижный, или скорее дерганный парень постоянно крутил башкой из стороны в сторону, успевая все подмечать. Мою грузную фигуру он срисовал еще в самом начале сквера и, судя по всему, успел поделиться своей обидой с друзьями. Эй, жирный, тормозни! Отойдя от припаркованной машины, двое парней двинулись в мою сторону. Я остановился, оглядевшись по сторонам. От главного входа института мое местонахождение хорошо просматривалось, и я сделал пару шагов вперед, сходя с тротуара и скрываясь от посторонних взглядов за стволами деревьев. Незнакомые парни чуть сбавили ход, уверившись, что я не собираюсь бежать. Даже если бы и захотел, не убегу. С недовольством подумал я. «Значит, так, жирный, ты нашего друга ударил за это компенсация. Каждый день будешь отдавать по тысяче рублей!» Озвучил один из них мирное решение проблемы. «Если денег не принесешь, будешь получать пизды каждый день!» Второй парень не заставил себя ждать. «Нахуй оба пошли!» Равнодушно сказал я. Стоявший чуть подаль Мельников чуть не подавился, до этого ухмыляясь своей гнусовой улыбочкой. «За грубый штраф увеличивается!» Шагнув ко мне почти синхронно произнесли парни. За то время, что прошло с момента стычки с Мельниковым и до окончания уроков, я так и не пришел к однозначному выводу, что же в кафе со мной случилось. Действуя скорее интуитивно, чем осознанно, я пошел на обострение неизбежного конфликта, желая все прояснить. Стоило одному из парней ускориться, пробивая правый в мое солнечное сплетение, как восприятие вновь изменилось, позволяя оценить происходящее. Достиг моего слуха размазанный звук. Несмотря на то, что я все видел, полностью вернуться от кулака у меня никак не получалось. Но, успев напрячь брюшной пресс и чуть-чуть подпрыгнув, я минимизировал последствия пропущенного удара. Приземляясь назад, я махнул по широкой дуге рукой, ухитрившись попасть ладонью по плечу парня сверху вниз. Присевший на одно колено от подобного прикосновения, он скорчил странную гримасу. Растянулся выдыхаемый вторым парнем звук. Оценив выставленную им вперед ногу, я легнул пяткой в область колена, сбивая чужую стойку. На этом противостояние, в общем-то, закончилось. Я согнулся, кулак парня все-таки достал меня, и я пытался вдохнуть. Тот, что слева держался за дерево, подогнув ногу, а тот, что справа, осторожно ощупывал плечо и морщился. Неожиданно раздалось сзади, и я ощутил удар в район спины. Мельников, о котором я почти забыл, с разбегу пнул меня ногой. Но парень явно не учел разницы в массе наших тел и сейчас лежал на траве, откинутой собственной неуклюжестью. Двинувшись к нему, я прикидывал, как бы лучше пнуть, чтобы запомнил. Раздавшийся со стороны парковки лязгающий звук металла отвлек меня от этого намерения. Еще один парень, остававшийся у машины и не принимавший участия в воспитательных мерах, стоял сейчас на краю бордюра. Его начищенные ботинки на тонкой подошве не предполагали прогулки по траве. Переведя внимание на предмет, находящийся в его руках, я без труда опознал огнестрельное оружие. Эээ, как там тебя? Иди сюда, разговор есть. Чуть дернул стволом, он убедился, что я все понял и сунул пистолет куда-то в район левой подмышки. Кабура скрытого ношения? У нас в институте я его ни разу не видел. Бля... Двинувшись следом, я мысленно пытался прокачать ситуацию. Дойдя до машины, двери которой оставались настежь раскрыты, парень уселся боком на водительском сидении, оставив ноги в ботинках на асфальте. Я не знал, что ему от меня нужно и тормознул метрах в трех, понимая, что от пулю вернуться я не смогу ни на какой дистанции. Парень тем временем не спешил говорить, повернувшись вместо этого в ту сторону, откуда мы пришли. Подследовав его примеру, я стал свидетелем того, как пара парней, поддерживая друг друга, идет к нам. Судя по тому, как один из них не решался ступать на подогнутую ногу, мой пинок оказался более чем травматичным. Второй парень, помогавший ему идти, при этом сам постоянно кривился, удерживая ладонь свободной руки на своем плече. Ну и куда вы такие со мной поедете? Дождавшись, пока оба подойдут достаточно близко, сидевший в машине парень недовольно скривился. Мне сегодняшнюю встречу без убытков не отменить. Кто компенсировать будет, а? Этот пузик компенсирует. Кивнув мою сторону головой, подал голос одноногий. Ты меня еще поучи! Отдернул его главный в этой компании, после чего наконец-то посмотрел на меня. Я тем временем, чтобы не встречаться с чужим взглядом, заценивал машину. Черное BMW, похожее профилем на акулу, кузов играл под лучами солнца навощенными гранями. Салон, который хорошо было видно через открытые нараспашку двери, также внушал. Кожа и дерево, никакого пластика и дешевых металлических нашлепок. Тебя как звать-то? Насмотревшись на мое тело, спросил оружный. Юра, не видя причин скрывать, представился я. А меня Андрей? Кивнув, назвался он, после чего продолжил. Съездишь со мной в одно место, надо будет молча постоять, ну а если что, то помахать руками и ногами. Я не умею, честно признался я. Видел, что не умеешь, но говорить об этом кому бы то ни было не обязательно. Ухмыльнулся Андрей, после чего, став серьезным, добавил. Задача телохранителя закрыть своим телом охраняемый объект. Тело у тебя большое, реакция есть. Успеешь прикрыть меня, если что-то пойдет не так, то считай, до конца жизни будешь обеспечен. Я задумался над сделанным предложением. Мне, даже при самых удачных раскладах, выпутаться из сегодняшней истории без потерь никак не получалось. Более того, предоставляемый шанс давал возможность не только свести на нет негатив от нанесения увечий двоим подручным Андрея, но и на призрачную перспективу налаживания более тесного контакта. Ну как, согласен? Устав ждать ответа, поторопил меня парень. На переднем сидении не поеду, тесно. Кивнув на салон машины, поставил я свое условие. Да, продемонстрировав отбеленные ровные зубы, засмеялся Андрей. На парковке мы не задержались. Вкрикнув Мельникова, парень отдал ему приказание вызвать такси и доставить покалеченных в травмпункт. Двоим парням он предложил сознаться в том, что они подрались друг с другом, но только в том случае, если прицепится кто-нибудь из полиции. сам Андрей уселся за руль, предоставив мне возможность расположиться сзади. Модель авто была представительского класса, так что, сидя в одиночестве, я испытывал настоящий комфорт. Манера вождения у взявшего меня с собой парня была, как и у всех владельцев BMW, агрессивной. Выжимая из мощного мотора максимум даже на коротких отрезках дороги, машина двигалась в режиме броска кобры. Через полчаса мы оказались перед торговым центром, с левой стороны которого имелась многоуровневая парковка. Крутанув руль, Андрей перестроился через две полосы в правый ряд и нырнул к автоматическому шлагбауму. Заезд по спирали на несколько уровней вверх вызвал у меня легкое подташнивание. Когда машина оказалась на верхней площадке и пошла прямо, мне все еще казалось, что нас заносит. Вестибулярка шалит. Отметил я вскрывшуюся у себя неустойчивость к резким перемещениям в пространстве. Дальний угол, куда свернул сидевший за рулем парень, почти пустовал. Единственное авто, стоявшее с ярко горящими фарами, принадлежало, судя по всему, приехавшим на встречу с Андреем парням. Их было четверо. Бритый, видимо, главный, сидел на капоте машины. Еще трое стояли по сторонам. Да, не комплект у нас. Оценив расклад сил, мысленно скривился я. Дождавшись, пока мы выйдем и пройдем половину расстояния между машинами, ожидающая сторона пришла в движение. Судя по выражению лиц, между устроившими здесь встречу парнями не было дружбы от слова совсем. Вначале неприязненные, а потом мы откровенно насмешливые взгляды, бросаемые в мою сторону, не способствовали успешности диалога. Я и сам хорошо представлял себе, как выгляжу со стороны. Я откровенно не понимал, зачем Андрей решился навстречу сопровождающим в виде моего тела. Пошли отсюда! Окончательно убедившись, что договориться не удастся, Андрей развернулся спиной к ухмыляющемуся оппоненту и двинулся прочь. Я, стоя все это время за его правым плечом, довернул корпус на пол оборота, отступая чуть назад и смещаясь вбок, чтобы пропустить парня мимо себя. Уже почти отвернувшись от продолжавших неподвижно стоять четверых парней, я боковым зрением уловил некое движение. Как и в кафе, а позже и на парковке, восприятие ускорилось, замедляя бег времени. Маленький кусочек жвачки яркой зеленого цвета летел точно в спину Андрея. В течение всех переговоров Бритый жевал жвачку и, судя по всему, плюнул ее, выражая свое к нам отношение. Я и до этого понимал, что из всей затеи с переговорами ничего путного не получилось. Но, получив оскорбление в присутствии подчиненного, Андрей со стопроцентной вероятностью решит не иметь со мной больше никаких дел, а может и пристрелит по-тихому, потом, через пару недель. Пришел в голову один из вариантов наиболее вероятного развития событий будущего. Пока все эти мысли проносились у меня в голове, тело действовало на пределе имеющихся возможностей. Правая рука вытянулась вперед, идя на перехват комочку зеленой жвачки. Левая рука в это время нырнула под пол распахнутого пиджака Андрея, туда, где висела кобура. Ухватив зеленый комочек, я размашисто повел рукой вправо, заводя конечность себе за спину. Ладонь левой руки, успешно завладев рукоятью пистолета, устремилась наружу, в то время, как ноги сами шагнули вперед. Спустя еще мгновение до воротом корпуса я полностью заслонил своей тушей Андрея, для верности прижав его к своей спине, заведенной назад правой рукой. Хоп! Громко выдохнул я, заставив всех замереть. Вороненый ствол зажатого в моей руке оружия смотрел точно в лоб, еще не осознавшему, что произошло оппоненту. Трое его подручных только-только потянулись карманом своих курток, впрочем, тут же замерев, услышав мой оклик. Андрей, оказавшийся прижатым спиной, к моей спине напрягся. Парень мог сейчас все испортить, начав вырываться и выяснять, что произошло. Раскрыв правую ладонь, на которой все еще находился кусочек зеленой жвачки, я понадеялся, что он обратит на нее внимание. Спустя долгое мгновение я почувствовал, как Андрей забирает жвачку с моей ладони, после чего отстраняет мою руку, высвобождаясь. Бритоголовый вместе со своими шестерками продолжал оставаться на месте, неотрывно наблюдая за направленным в его сторону оружием. Вышедший из-за моей спины Андрей оказался в поле их зрения, переключив на себя все внимание. Двинувшись к оппоненту, парень качнул рукой, приказывая убрать ствол. Опуская слегка затекшую конечность вниз, я как можно незаметнее выдохнул, стоявший колом в груди воздух. Напряжение последних секунд давало о себе знать, но несмотря на это, я чувствовал себя вполне нормально. Это твое. Подойдя к оппоненту, Андрей прилепил жвачку, клацкану его кожаной куртки, после чего добавил. И не лезь больше на цветочную улицу, ты только что мне уступил. Твой меня чуть не пострелил. Непонятно с чего пожаловался бритоголовый. Полу обернувшись в мою сторону, Андрей посмотрел на зажатое в моей руке оружие и заметил то, о чем я даже не вспомнил. Юра, ты че пистолет с предохранителя то не снял? С легкой укоризной в голосе спросил он. Если б снял, пришлось бы стрелять. Постаравшись добавить небрежности в голос, ответил я. Че попусту туда-сюда щелкать? Сказанного оказалось достаточно, чтобы оппонент завял. А Андрей, выждав паузу и не дождавшись возражений, развернулся и пошел к машине. Я пристроился за его спиной, невольно ожидая, что в мою спину вполне могут прозвучать выстрелы. Но все обошлось благополучно. Усевшись на заднее сидение, я прикрыл за собой дверь. Умное авто само защелкнуло замок, перед этим дотянув дверь в штатное положение. В тишине парковки звук заведенного мотора видимо отразился от бетонных стен, но сидя в салоне представительского класса, я не услышал никаких посторонних звуков. Выезжал с парковки Андрей не в пример медленнее, чем заезжал. Видимо все произошедшее не прошло для него бесследно. что думал по поводу случившегося сам парень, я никак не мог понять, поэтому сидел тихо, невольно изводя себя от неизвестности. Ты вправду стал бы стрелять? Выехав на дорогу и перестроившись средний ряд, нарушил тишину Андрей. Я не умею, открестился я, после чего добавил. И вообще я правша, а пистолет в левой руке был. Вначале тихо, потом громче парень просмеялся почти целую минуту. Судя по всему, я не сильно накосячил со своей самодеятельностью, так как Андрей не злился и меня попустило. Стоило расслабиться, как под подмышками тут же вспотело, а спина прилипла к кожаной спинке сиденья. «Ладно, куплю тебе пиво!» Успокоившись, Андрей обозначил свое ко мне отношение. «Эээ, ну...» Промямлил я и, встретившись в зеркале заднего вида с вопросительным взглядом управляющего машиной парня, выговорил то, что меня беспокоило. «Лучше, наверное, химчистку салона, я тут вспотел немного», бросив взгляд через правое плечо на заднее сиденье, он заметил валяющийся рядом со мной пистолет. «Ствол верни!» хмыкнул он. Через пару кварталов машина свернула в тихий дворик и остановилась у одного из подъездов. На тройной сигнал клаксона отреагировал звонок мобильного телефона. Андрей принял вызов, попеняв кому-то, что он опять вынужден ждать. За бабой, что ли, заехали. Испытывая дискомфорт от влажной одежды, я старался отвлечься посторонними мыслями. Моя догадка оказалась верна. Приятная во всех отношениях, и в профиле, и сзади, и спереди, девушка впорхнула на пассажирское сидение и уселась рядом с водителем. Ой, а ты кто? Одарив своего принца затяжным поцелуем, дева повернулась назад и заметила мое присутствие. Юра, с трудом отведя взгляд от глубокого декольте, я тяжело вздохнул, представившись. Винни-Пых! Не согласилась со мной дева и засмеялась собственной шутки. Быть тебе теперь Винни-Пыхом! Поддержал ее Андрей с улыбкой трогаясь с места. Через четверть часа мы припарковались на стоянке у какого-то ночного клуба. Судя по тому, что с парковки имелся отдельный вход, ставить машины здесь разрешалось немногим. Кивнув охране на входе, Андрей прошел вперед, удерживая привезенную с собой диву за талию. Я двигался строго за спиной парня, стараясь не отставать более чем на метр полтора. Винни-Пых, не маяч, падай туда! После того, как Андрей выбрал столик и сел на полукруглый диван, дива поспешила присесть рядом с ним, попутно отдав мне приказание. Встретившись взглядом с парнем, я получил согласный кивок, после чего присел с другой стороны дивана, сохраняя между нами максимальное расстояние. Заметив мои маневры, Андрей улыбнулся каким-то мыслям, после чего поманил к себе рукой, склоняясь со своей стороны над столиком. «Ешь, пей, на сегодня все!» пояснил он. «Если у меня будут проблемы, то это проблемы владельца этого заведения, он отвечает за все, в том числе и за безопасность гостей». Откинувшись после этого назад, парень притянул к себе пискнувшую диву и попытался игриво укусить ее замочку уха. Отведя взгляд, я начал осматриваться, оценивая помещение клуба. Танцпол располагался по центру зала. Стоящие вокруг столики расходились веером, оставляя достаточно места, чтобы не сталкиваться в проходе подвыпившим людям. По периметру помещения шел балкон. Сквозь ажурное ограждение хорошо было видно сидящих за столиками посетителей. Развешанные под потолком элементы светотехники и лазерной графики в такт грохочущей музыки окрашивали клуб, сюрреалистическими красками. Предметы интерьера и люди настолько быстро появлялись и пропадали из области моего обзора, что обновленное восприятие вновь перешло в режим форсажа. Буквально через пять минут голова начала сильно болеть. Такого количества информации, не подлежащей логическому прогнозу оценки оказалось чрезмерно для моего разума. Как отключить так понравившиеся мне умения в принудительном порядке я не знал. Следовало что-то предпринять, но из-за все усилившейся и усилившейся головной боли сосредоточиться никак не получалось. Поведя вокруг себя затравленным взглядом я зацепился за светлое пятно. К удаче общая какафония цвета не могла пробиться сквозь идущий откуда-то снизу белый луч. Танцующая в исходящем потоке фотонов девушка имела более чем зрелые формы. Сосредоточившись на качелеобразных движениях ее обнаженной груди я с удовлетворением почувствовал уменьшение болезненных ощущений под собственной черепной коробкой. Продолжая смотреть на плавные всполохи ее тела мне удалось вернуть себе нормальное восприятие. Более того голова перестала раскалываться и в нее начали поступать другие сигналы напрямую связанные с почти обнаженной девушкой. Раскрыв глаза я узнал потолок собственной квартиры. Посторонний звук видимый разбудивший меня поздним утром раздался откуда-то из-за двери в ванную комнату. Привстав с дивана я обвел комнату взглядом оценивая разбросанные кругом вещи. Висящий на спинке стула лифчик привлек мое особое внимание. Размер чашечки мог вполне послужить головным убором для десятилетнего школьника. Закончив выводить очередной куплет популярной песенки женский голос наконец-то стих. Бля не так громко но куда более прочувствование чем безголосая незнакомка прокомментировал я собственные отношения к сегодняшнему утру. Когда за так и не оставшейся безымянной девушкой я закрыл дверь часы показывали начало одиннадцатого. Стриптизерша а именно она оказалась в моей квартире не слишком умело скрывала свое ко мне брезгливое отношение. Последняя фраза брошенная ею перед тем как уйти вопрошала меня на предмет порошочка для красивой и обаятельной. Буркнув что не употребляю и не храню я окончательно утратил в ее глазах интерес. Ну теперь хоть понятно что со мной она поехала будучи под кайфом. проходя на кухню и ставя чайник мысленно объяснил я сам себе произошедшее. Не иначе как кто-то из работников клуба специально заботится о том чтобы все клиенты оставались довольны посещением вот и подсуетились. Впрочем несмотря на негатив к употребляющим наркотики людям я не мог не признать что проведенное в клубе а потом и у себя дома время мне понравилось. То каким методом это удалось достичь меня не сильно волновало. В конце концов никто не вспоминает остающийся от коров навоз когда пьют молоко или едят сыр. В институт пришлось все-таки идти. Третьей и четвертой парой в расписании сегодня стояли профильные предметы. На мое появление никто не обратил внимания. Многие студенты позволяли себе пропускать лекции по уважительной или без зоны причине. Выйдя после занятий на улицу я свернул сквер. Среди стоящих на стоянке машин черной БМВ было не видно. Мысленно обругав себя за бесплодной надеждой лелеемой мыслях по поводу Андрея я развернулся и пошел назад. До ближайшей остановки было пять минут ходу. Но долго тупить будем? На подъехавшей к остановке грязно-белый микроавтобус я не обратил никакого внимания. Пока из кабины водителя меня не окликнул знакомый голос. А привет! Разглядев за рулем авто вчерашнего парня, того, которому досталось по плечу, сказал я в знак приветствия «Садись давай!» Кивнув на соседнее с собой место, он потянулся к пассажирской двери, открывая ее изнутри кабины. В микроавтобусе было тесно. Кое-как устроив свои ноги под торпедой, я посмотрел на парня, выруливающего на проезжую часть. «Витя!» Отняв руку от баранки, он протянул ее мне для рукопожатия. «Юра!» Пожав сухую ладонь, представился я. «Винни-пых!» «Знаю!» Вернув руку на оплетенный синий изолентый руль, назвавшийся Витей прибавил газу. «Куда едем?» Решив не обращать внимания на кличку, поинтересовался я. «Увидишь!» Ответил парень, видимо, решив не вдаваться в подробности. «Кстати, ты это, извини за вчерашнее!» Еще с утра я решил по возможности извиниться перед парнями с оказией, хоть и считал себя правым. «Да?» Явно удивившись, парень покосился на меня, после чего кивнул. «Да!» Мысленно в рифму добавил я «И пошел ты на!» Ехали мы почти сорок минут. Хриплая магнитола пыталась издавать музыку. Свернув на очередную улочку, Витек сбросил скорость, явно выбирая место, где лучше припарковаться. Его выбор пал на свободный пятачок перед одним из жилых домов, первый этаж которого имел несколько переоборудованных магазинчики из жилых квартир помещений. «Нам сюда!» Заглушив двигатель, он первым покинул кабинку авто. «И что здесь?» Потратив куда больше времени, чем парень, я вылез на тротуар, прихлопнув за собой дверь кабины. «Твоя точка?» Махнув рукой на вывеску одного из магазинов, он нехотя пояснил. «Андрей ее тебе отдал, будешь со склада привозить сюда товар. С лавдельцем все договорено, деньги за реализацию 50 на 50, объемы поначалу небольшие, в багажник легковушки спокойно все влезет». Не спеша что-либо говорить, я еще раз посмотрел на магазин. Впрочем, магазином это можно было назвать с большой натяжкой. Однокомнатная квартира на первом этаже, к балкону которой со стороны улицы имелась приваренная железная лестница с хлипкими даже на вид перилами. Окна жилплощади были наглухо заклеены баннерами, словно секонд-хенд и конфискат перемежались с цифрами стоимости имеющегося в наличии товара. Переведя взгляд на угол здания, я рассмотрел табличку с названием улицы и номером дома. Цветочная улица, бля... Догадка заставила мысленно скривиться. Судя по всему, на вчерашней стрелке между Андреем и Бритоголовым решалось, кто будет завозить сюда товар. Припомнив, как я чуть не начал стрельбу на парковке во время переговоров, мне стало не по себе. Зная заранее, о чем идет разговор, я ввел бы себя совсем по-другому. Но, ничего не поняв из полу намеков в словах беседующих сторон, я понапридумывал себе всякого и показал себя явным неадекватом. «Знаешь, Вить, мне это неинтересно, скажи Андрею, что мне не надо». Повернувшись к парню, отказался я. «Ты серьезно? Уверен? В месяц до сотни длинных с точки поднять можно?» Решив убедиться, что я понимаю, от чего отказываюсь, Витек вяло попытался меня образумить. «Не, не, точно тебе говорю, это не мое». Для большей убедительности я выставил руки перед собой, делая отрицающие жесты. «Ну, тогда ладно». Явно повеселев, парень задумался, после чего предложил. «Давай я тебя что-ли назад до дома подвезу?» По дороге Витек болтал не умолкая, разительно отличаясь от себя прежнего. Я внимательно его слушал, мысленно собирая пазл об их бизнесе. Со слов парня получалось, что папа Андрея работает в структуре, занимающейся реализацией конфискованных товаров. В результате работы государственного аппарата на складах завидным постояством появлялись товары из третьих стран, возимые в Россию без документов. Но вместо того, чтобы пройти одобренную законом процедуру уничтожения, конфискат поступал на реализацию, принося определенному кругу лиц постоянный доход. Спасибо, что подвез. Покинув кабину микроавтобуса, поблагодарил я парня. Да не за что. С честными глазами Витек вернул мне улыбку. Ты это, передай Андрею, что если надо будет рядом постоять, то я завсегда согласен. Решив закинуть удочку на будущее, вернул я обдуманную за время поездки фразу. Ты спортзал сначала походи, может тогда и возьмет. Не удержавшись, показал свое истинное ко мне отношение парень. Окей, похожу. Я не стал грубить, сообразив, что он вероятнее всего не в курсе, как именно проходила вчерашняя стрелка и чем все закончилось. На часах было почти шесть, я и не заметил, как пролетел весь день и наступил вечер. Оказавшись дома, я уселся на диван, наконец-то получив возможность упорядочить все, что со мной произошло за последние два дня. Мысленно перебирая в голове события, я искал закономерности и логику. И с логикой и закономерностями имелся напряг. Глаза, до этого бесцельно шарившие по комнате, неожиданно задержались на компьютерной мышке. Вернее, не на ней самой, а на столешнице. Участок стола, тот самый, по которому и лозила мышь во время игр, оказался истерт настолько, что некогда лакированная поверхность больше не блестела. Да ладно, не веря самому себе, произнес я вслух. Но сколько бы я не отворачивался от стоящего на столе компьютера, мысль о причастности игр к изменению моего мировосприятия никак не шла из головы. Более того, чем дольше я об этом думал, тем больше находил подтверждение обоснованности данной теории. Дело было в том, что за оставшиеся до начала учебного года дни я прошел все шутеры, что хранились в моей коллекции. Поначалу я тратил по одному дню на одну игру, позже я стал проходить по две игры, а в последние дни августа и по три игры за один день. Думая, что все мои успехи связаны с тем, что я когда-то уже играл в эти игры, я не придавал этому никакого значения. Протертый до дерева стол наглядно свидетельствовал о том, что компьютерная мышь испытывала нешуточные нагрузки в последние дни лета. Видимо, я настолько увлекался сюжетами игр, что компьютерная мышь, ставшая невольным звеном между мной и компьютерными играми, стерла весь лак, по которому ею елозили. Припомнив слова Ольги о принципах жизни микроорганизмов, можно было предположить, что в те дни, когда я худел на пару килограммов, колония размножалась, поглощая жировые клетки и увеличивала свою популяцию. В другие дни, когда снижение веса не наблюдалось, представители штамма переходили в латентное состояние, отдавая свою энергию на формирование новых тканей. Если я был прав, то, испытывая те или иные нагрузки, я провоцировал микроорганизмы на модификацию органов, задействованных в работе моего тела. Прикинув, какие перспективы передо мной открываются, я аж присвистнул, после чего развалился на диване с улыбкой на пол лица. Ха, то-то я по Витькиному плечу сумел попасть. Похоже, не только глаза, но и рука прокачалась. Пришедший на память эпизод драки в сквере рядом с парковкой удачно вписывался в выстроенную мной гипотезу. Впрочем, заурчавший живот не дал долго разлеживаться, пришлось вставать и идти на кухню готовить ужин. Привычные действия по превращению сырых продуктов в съедобные не мешали продолжать думать и мечтать. Так что поужинав я вернулся в комнату и уселся за учебники. Как бы и что бы другие люди не думали о моей внешности сам я для себя давным-давно определил простую истину. Красота и здоровье все это не навсегда. Единственное, что остается с человеком до самой старости это его ум. И чем он острее и гибче в молодости, тем более преклонных лет удастся достичь не впав ни в маразм ни в скудоумие. Утреннее взвешивание на весах преподнесло неприятный результат. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше путешествие в мир киберпанка, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах!